Я очень рад приветствовать наших драгоценных братьев и сестер, всех кто присоединился к нам сегодня это воскресное утро на канале ТБН. Я очень рад, что мы вместе с вами можем преломить священное писание. Вы знаете, когда я или вы, мы слушаем Слово Божие, происходят две вещи. Первая, вы получаете определенные знания, которые передаются, когда вы слышите. Но другая, очень важнейшая деталь, которая происходит со многими из нас, мы получаем откровение от Бога. Знание приходит от людей, откровение дает Бог. И с откровением приходит жизнь, приходит наполнение, приходит вдохновение. И у тебя есть сила жить, ты хочешь что-то делать. Бог снова и снова обновляет свои слова, слова завета с тобой. Бог снова говорит с тобой на том языке, который ты слышишь. Говорит через священное писание, давая тебе откровение. Я буду молиться и молюсь о том, чтобы Господь сегодня дал тебе откровение. Тема моей сегодняшней проповеди – три отличия истинного верующего от человека неверующего. И я хочу вместе с вами открыть первое послание Иоанна, третью главу. И я буду читать с первого стиха. Вот что говорит Иоанн. Послушайте. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Второй стих. Возлюбленные мы теперь дети Божьи. Остановлюсь на этом. Хотя дальше он говорит, но еще не открылось, что будем. Знаем только, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как есть. Давайте еще раз вот эту мысль. Возлюбленные мы теперь дети Божьи. Как-то в нашем русском языке не так часто можно слышать это слово «возлюбленные». Молодые, когда общаются между собой до брака, они могут использовать эти слова «возлюбленные». Это моя возлюбленная. Не так много семей, в которых эти слова в обиходе. А здесь Иоанн. Иоанн, который уже в преклонном возрасте пишет письмо. Пишет письмо церкви и в этом письме использует это слово. Он говорит «возлюбленные». Мы теперь дети Божьи. Говорит об этом как о чем-то в действительности выдающемся. О чем-то очень важном и существенном. Возлюбленные, так и хочется мне сказать тебе, дорогой, возлюбленный, знаешь ли ты, что ты любим и знаешь ли ты, что ты дитё Божие. Если принял Иисуса и если ты по-настоящему своё сердце открыл и посвятил себя Господу, ты стал дитём Божьим. В Библии написано о том, что те, которые от Бога родились, становятся детьми Божьими. Другими словами, есть два дня рождения в моей жизни и в жизни твоей, если ты христианин. Первый день рождения – это когда ты просто появился в этот мир, как все обычные люди. Ты родился, родился от своих земных родителей, родился в теле и потом, будучи маленьким, ты начал познавать жизнь, расти, вырастать. Вот обычный человек, Писание называет это душевный, обычный человек, не имеющий Духа Божьего. А второе рождение происходит тогда, когда Божий Дух касается твоего Духа. И Бог, посылая свой Дух, этот Дух входит в человека, когда человек останавливается, поворачивается к Богу, обращается к Нему и просит, чтобы Господь простил его грехи, верит в Иисуса. В этот момент, хотя не всегда в этот, но чаще всего в этот момент происходит то, что в Библии называется рождение свыше. И Иоанн говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Первое отличие, которое существует между верующим человеком, Детем Божьим и обычным, душевным, не имеющим Духа Божьего, не верующим в Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Первое отличие, это следующее отличие, верующий человек от Бога имеет Дух Божий, верующий человек рожден от Бога и имеет Дух Божий внутри себя. Он рожден дважды, он воистину стал Детем Божьим. Что это значит? Я хочу вместе с вами открыть Иоанна 3 главу и заглянуть в те истины, которые здесь Иисус рассказывает фарисею, учителю фарисеев Никодиму. Мы знаем, что Никодим пришел к Иисусу ночью, тайно. И когда он пришел, он сказал очень добрые слова по отношению к Иисусу. Он сказал, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Он признает его авторитет, называет его учителем. А Иисус абсолютно не восхищается этим. Напротив, он поворачивает тему совершенно в другое русло. И он говорит следующее, он говорит, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. Ну, извините, фарисеи, они знали Писание, это была такая группа людей, которые толковали Писание, которые вообще-то постоянно были в Торе. И им ли говорить о том, что они не увидят Царство Божьего, когда они проводят столько времени в Писании? А Иисус говорит, этого недостаточно, тебе нужно родиться свыше. И здесь вот Иисус, объясняя, наталкивается на непонимание Никодима, потому что Никодим говорит, как может человек, взрослый человек, обратно вернуться в утробу матери? Как вообще это может произойти? И Иисус объясняет ему, он говорит, что когда ты рождаешься в плоти, ты есть плоть, а рожденный от Духа, есть Дух. А вот здесь внимание, я хотел бы, чтобы вы обратили ваше внимание на те характеристики, которые Иисус дальше объясняет Никодиму, как можно определить, что человек рожден от Духа, свыше. Он говорит, Дух дышит, где хочешь, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Что здесь важно? Здесь мысль ключевая, которую Иисус объясняет Никодиму, что если ты родился от Духа, то у тебя звучит голос. Ты будешь слышать этот голос. Голос его слышишь. Кого голос? Чей голос? Голос Святого Духа. Дух Святой говорит человеку, который рожден от Духа. Духовное соображается с Духовным, соединяется с Духовным. Дух рождается, и человек начинает слышать голос, который Дух Святой произносит и говорит. Вы знаете, апостол Павел поясняет, что не всегда это голос. Очень часто это чувствование. Он говорит, у нас должны быть те же чувствования, которые во Христе и Иисусе. Что это значит? Вот оно отличие. Иисус, рожденный от Бога, является духовным человеком. И у него есть связь. Это связь внутренняя. Это связь, соединяющая его Дух с Духом Божиим. И он слышит от Бога. И он получает информацию от Святого Духа. Иоанна 10 глава, Иисус говорит о пастыре и о наемнике. И произносит такие слова. Он говорит, овцы мои слышат голос мой и за чужими идут. Если ты Господен, если ты Христов, то отличительная черта твоя, если ты по-настоящему верующий в Иисуса Христа, как в Господа, как в Спасителя Своего, то первая характеристика, отличающая тебя от обычных людей этого мира, которые не рождены свыше от Бога, ты имеешь связь с Богом. И ты слышишь Святого Духа внутри себя. Друзья, Иоанн эту мысль развивает в посланиях своих. И в первом послании, в третьей главе, он говорит о помазании, которые мы получили от него. И он говорит, что это помазание в нас пребывает. 27 стих. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неотложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. О чем он говорит? Он говорит, что каждый христианин внутри себя имеет голос Святого Духа. И нам нужно жить жизнь так, чтобы не заглушить этот голос. Сегодня это время, когда постмодернистская эпоха настала, когда столько информации просто бомбардирует наш разум. Так трудно иногда просто отличить или успокоиться, чтобы услышать Божий голос. Ты слышишь голос советников, ты слышишь голос ведущих, которые новости тебе рассказывают, ты слышишь, читаешь все новости, которые там появляются в соцсетях, ты вышел на улицу, смотришь рекламу, везде все атакует твой разум, просто поток мыслей и информации. Где здесь Бог? Как можно услышать Его? Дорогие, мы созданы им, сотворены им, не просто обычными людьми с разумом, который пропускает информацию, но наш Дух становится живым от Духа Божьего. И там, внутри, в нашем Духе, есть Божий Дух. Они соединяются, и соединяющийся с Господом становится один Дух с Господом. Сказал апостол Павел об этом. И это голос Божий, который внутри тебя. Иногда нужно в действительности успокоиться, свой разум привести в тишину. Иногда это прекрасно получается утром, когда еще мысли не атакуют тебя теми делами, которые есть. Иногда тебе нужно просто даже время, чтобы сосредоточиться на Боге, молиться, поклоняться, искать лица Его. И тогда голос Духа, молитва на языках очень сильно помогает, тогда голос разума, он тише становится, голос Духа становится громче, и ты можешь доставать, слышать, и понимать, что хочет Дух. Вот это первое отличие. Второе отличие мне очень сильно нравится, так же, как и первое отличие, это то, что верующий человек – это любимое дитя Бога. Я повторю еще раз. Если ты христианин, то ты любимое дитя Божие. Да не просто еще одно дитя Божие. Хуй у Бога, там тысячи, миллионы детей, вся земля, столько людей, столько детей, и как каждому из них жизнь придумать, судьбу придумать. Ты думаешь, я там потерялся в толпе. Я ничем особо не выдающийся человек, я просто обычный человек. А Иоанн говорит, ты возлюбленный, ты любимый, он знает тебя по имени. Он хотел, чтобы ты родился. Ты скажешь, он хотел, я знаю мою историю, жизнь. И некоторые из вас, когда вы слышите меня, вы не особо охотно бы распространялись на эту тему вашего детства, потому что не о чем сказать. А если сказать, то больно, потому что вы знаете каким-то образом, что вы не были тем желанным ребенком, или ваш опыт в семье не доказывает это. Но я хочу вам дать один текст из Священного Писания. Он здесь у Иакова, он звучит таким образом. Иакова 1 глава, 18 стих. «Восхотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Я повторюсь. Захотел, захотел, захотел. Это не случайность. Это не просто, о, еще один человек появился. Ну, как, ну что с ним делать? Ну, как-нибудь проживет. Захотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Понятно, что есть какие-то противоречия в разуме у некоторых из вас. Вы можете сказать, ну, я знаю мою историю. Где здесь Бог? Если папа бросил, например, еще в раннем детстве мою маму, и мама воспитывала меня, где здесь Бог? Дорогие, но Божья совершенная воля, она превыше многих наших пониманий. И он именно в этой ситуации, если ты меня слышишь, если ты принял Иисуса как своего Спасителя, он в этой ситуации послал своего Святого Духа, и он родил тебя, родил свыше. Восхотел, родил он нас. Речь идет о втором рождении. Вне зависимости от того, как ты пришел в этот мир, но когда ты принял Иисуса Христа, то этот момент радикально меняет твою судьбу. Ты в действительности становишься любимым Божьим Детем. Вне зависимости от прошлого, вне зависимости от ран, от боли, от каких-то сложных моментов, он захотел так, чтобы ты принял его. Он сделал такие обстоятельства, чтобы ты услышал Слово. Некоторые из вас прямо сейчас могут сказать, Иисус, я хочу родиться свыше. Я хочу эту жизнь в себе. Я хочу этот голос Святого Духа. Я знаю, что этот Дух Святой будет за меня, не будет против меня. Он будет помогать мне. Он будет идти со мной по жизни. Он будет защищать меня. Я никогда не буду одиноким. Я не буду знать, что такое депрессия. Потому что, когда Он восхотел, родил, то это означает, что мы с вами желанные дети Божьи. Я хочу вместе с вами открыть Иоанна, пятую главу с 18 стиха и посмотреть на заявление, которое сделал Иисус. Я много раз читал этот текст, но на этой неделе как-то по-особенному открылись мне эти слова. Смотрите, в 18 стихе написано так. Еще более искали убить Его. Иисус там проповедует, на самом деле, вот в этом месте. Он исцелил больного у купальни Вефезда, который 38 лет лежал там. И собрались люди и начали общаться с Иисусом. И после этого Иисус начал проповедовать. И когда Он проповедовал, то иудеи, они исполнили зависти, зла, гнева, и они хотели убить Его. Вот денек у Иисуса. Хотели убить Его. Смотрите, за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая себя равным Богу. То есть вот эти люди, иудеи, фарисеи, которые слушали Иисуса, они понимали, понимали, что Он искренне верил, что Его Отец Бог. Он так звучал в проповеди, что они понимали, Он убежден в этом. Он убежден, что Бог Его Отец. И они удивлялись этому, и они хотели убить Его. Давайте 19 стих пропустим. И в 20-м мы увидим, что сказал Иисус. Иисус говорит, «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Интересно. Иисус не извинился. Иисус не сказал, «Подождите, вы особо не воспаляетесь, я тут не очень корректно, может быть, выразился». Нет. Иисус как будто бы еще, знаете, как будто бы еще их больше раздразнил. Что Он сделал? Он говорит, «Отец любит, Отец любит Сына. Вот почему я так проповедую, вот почему я так говорю». Потому что Отец, Папа любит Меня и показывает Мне все, что Сам творит. А дальше говорит, «Я Вам покажу еще большие дела, так что вы еще удивитесь». Это Иисус говорит тем, которые злые, которые хотят убить Его. Вот это да. Представьте себе, насколько Он был убежден в любви Отца. Иисус был уверен в том, что им не удастся осуществить свой замысел. Он был уверен в том, что Отец вовремя пошлет ангелов, и они Его как-то это проведут оттуда или каким-то образом это разведут. Иисус был любимым. И Он настолько, ну это видно было, Он настолько вел себя, как любимый Сын, просто и все, как будто Он дома, здесь, хотя они злятся, они хотят убить Его. А Иисус еще и дальше говорит им об этом. Представьте себе. То есть я хочу сказать, что есть разница. Вот понаблюдайте. Наверняка вы знаете, о чем я сейчас скажу. Разница между человеком, который любим, ну и Он осознает, что Он любим, и человеком, у которого нехватка любви. и в поведении, и в решениях. Совершенная любовь изгоняет всякий страх, так написано. Человек любим, даже если он там себя чувствует плохо, он уверен, что ему там мама или папа, или близкие, родные, друзья помогут. У него даже мысли нет, что что-то не так. Он ведет себя очень уверенно. Он любимец. Он любим. Он принят. У него нету никаких там где-то, знаете, на подсознании страхов. Ой, а как тут? А что я сказал? А как они? А как они прореагировали? Ой, надо, ой, здесь опасность. Надо убегать. То есть он в действительности, когда любим, он ведет себя по-другому. Иисус себя так вел. Он вел себя так, что все понимали, что он любимый Сын Божий. Вы знаете, единственная личность, которая не могла признать и произнести это в сторону Иисуса, называя его просто Сыном Божьим, это был Сатана. В то время, когда он искушал его в пустыне, он говорил, «Если ты Сын Божий», он не говорил, «Возлюбленный». А ведь как раз перед этим Отец Небесный, Небес прямо сказал, «Сии Сын Мой, Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И после этого Иисус пошел в пустыню, и там его встречает Сатана. А Сатана упускает возлюбленный. Говорит, «Если ты Сын Божий», «Если ты Сын Божий». Здесь есть мысль определенная. Дьявол не хочет, чтобы ты получил откровение о том, что ты любимый Сын Божий. И это отличие нас, верующих, от обычных людей. Мы знаем, что Бог за нас. Мы знаем, что мы любимы им. Мы знаем, что мы дети Божьи. Даже если мы ошибаемся, Он поднимет нас. Даже если у нас не получается, Он поможет нам. Даже если мы что-то делаем совсем плохо, Он остановит нас. Он, как Отец, даже накажет нас. Он исправит нас. И в этом будет Его отцовская, настоящая любовь. Я любимый. Я любимый у Господа. Знаете, я подумал, вот о чем. Я подумал, откуда Иисус взял эту информацию, что Он любимый, что Он возлюбленный Божий Сын. Помните, когда однажды Он с папой и мамой, с Иосифом, да, и Марией пошел в храм. Ему было 12 лет тогда. И там, в том храме Он остался. Родители на следующий день только кинулись. Еще те родители были, да, что нету сыночка у нас. Вот. И они нашли Его на третий день. Когда нашли Его, вы помните, что Он сказал? Ведь Иисус сказал очень ясно. Вы же знаете, что я должен быть в доме отца моего. И вот здесь внимание. В 12 лет подросток уже знал, что храм это место его отца, что Иосиф не его родной отец. Знаете, о чем я подумал? Я подумал вот о чем. Что, скорее всего, когда он был ребенком, я так думаю, что у него с мамой произошел подобный разговор. Я попытаюсь объяснить или показать, как бы он мог выглядеть этот разговор. Возможно, это было в Египте, где они отличались от других людей, потому что они были из рода Давидова. Следовательно, они изучали Писание, постоянно ходили в синагогу, они были евреи, еврейская семья, в песиках таких ходили, с кистями цицит, то есть такая одежда специальная. А египтяне нет, египтяне обычные люди, они жили как все. Я представляю себе, как он, будучи еще подросточком до 12 лет, то есть он однажды приходит и задает вопрос, мама, папа, почему мы не такие, как все? Почему мы одеваемся по-другому? Почему мы кушаем по-другому? Почему мы ходим в синагогу? Почему вообще мы читаем Тору? Вот эти все люди, они живут по-другому. Почему мы другие? И ответ очень простой, потому что мы евреи. Но если мы евреи, мама, почему мы не живем в Израиле? Почему мы живем в Египте, все евреи живут в Израиле? И я представляю себе, как мама и Иосиф и Иисус присели, и Мария решилась на этот разговор. И она говорит, ну, давай, сынок, я расскажу тебе все по порядку. Понимаешь, мы здесь, потому что царь захотел убить тебя. Меня? А я что-то сделал не так? Меня? Царь? Так я его не видел никогда лично. Зачем меня убить-то? Мама, ты что-то перепутала? Нет, сынок, я не перепутала. Он в действительности хотел убить тебя. И вот тогда, когда он уже замыслил, пришел ангел Господень и сказал, чтобы мы убежали в Египет. Поэтому мы сейчас здесь в Египте. А почему меня царь хотел убить? Мама, объясни мне. Сынок, понимаешь, ты необычный ребенок. Как я необычный ребенок? Иосиф не твой земной отец, не твой родной отец. У тебя есть небестный отец. У тебя есть твой папа. И твой папа Бог. Какой Бог? Наш Бог. Бог, который сотворил вселенную. Бог всевидящий, всезнающий, всесильный, всемогущий. Бог, который дал нам всем жизнь. Бог, которому мы молимся и поклоняемся. И тут, я думаю, Иосиф вставил, да, сынок, я хочу рассказать тебе, это так было. Я дружил с твоей мамой, и мы были уже обручены, как я стал замечать, что у нее животик растет. И я как-то это не решался, но однажды я спросил, сказал, что это такое, объясни мне. И она попыталась мне рассказывать о непорочном зачатии, о том, что она девочка, что она ни с кем не была. Знаешь, так как я любил ее, я хотел ее просто отпустить ночью. Кто мог в это поверить? Я просто хотел отпустить ее, потому что по законам Израиля ее нужно было огласить, и она должна была быть судима. Но в ту ночь ко мне пришел ангел, и он сказал мне, Иосиф, не делай этого, прими жену твою, Марию, потому что она зачала от Святого Духа, и она родит ребенка, мальчишку, и назовет его Иисусом. Он спасет все человечество от грехов их. Вы можете представить себе, какие мысли у Иисуса в голове? Он подросток, он слышит, я, я, у меня Папа, мой, мой Папа, это Бог, который, который имеет всю власть. Я думаю, что Иисус мог спросить следующее, ну, мама, это так интересно, звучит очень, очень, очень загадочно, но я его никогда не видел, я, я, я папу своего знаю, я его никогда, ну, не знал, не видел, как ты можешь, как ты можешь доказать, что это так? И Мария рассказала, знаешь, когда ты родился, папа твой нанял хор ангелов, которые пели. Друзья, кто из нас самый богатый, кто из нас самый крутой, мог бы позволить себе нанять хор ангелов? А папа твой от радости, это было самое великое рождение во вселенной, он нанял хор, и они пели, слава, вышли к Богу, на земле мир, в человеках благоволения. Более того, он, знаешь, послал такое сообщение людям, он взял какую-то планету из другой галактики совершенно, и ее притянул сюда, и это звезда, которую увидели, мужики, волхвы, там на востоке, и они, они, они поняли, что это из другой, из другой галактики, что это особая звезда, и эта звезда двигалась, они собрались, и они пришли, и вот когда мы были дома, такой огромный караван, просто пришли к нам, они пришли, потому что ты родился, и знаешь что? Этого было мало, папа сказал им, они взяли золото, серебро, и ладан, и все это принесли, и вот сегодня, здесь мы живем в Египте на эти средства. Вы знаете, я почему-то думаю, что Иисус взял вот эту всю историю и просто поверил в нее, принял, что Он любимый Сын у Отца, и этого было достаточно, чтобы Он построил внутри себя твердые, прочные основания, некую крепость внутри себя, убеждение и уверенность, что Я возлюбленный, что Я любимый Сын у Небесного Отца. Вы скажете, пастор, ну это ты об Иисусе рассказываешь, а вот теперь внимание, этот же Иисус перед страданиями в Гессиманском саду произносит свою знаменитую первосвященническую молитву, и вот здесь, в этой молитве, в 23 стихе, вот здесь внимание, послушайте, что Он говорит, Он молится Отцу Своему, и Он говорит, Я в них, и ты во Мне. Интересно, да? Я в них, то есть через слово, Я в них, ты во Мне, да будут совершены воедино. А дальше, и да познает мир, что ты послал Меня, и возлюбил Возлюбил их, как возлюбил Меня. Слышите? Он говорит, ой, если бы это откровение посетило всех людей, живущих на земле, да познает мир, что Я послан тобой, и что ты, Папа, любишь их так же, как Меня. Я не знаю, ты добрался до этого откровения или нет. Можешь ли ты сказать, что Я знаю это, у Меня есть эта уверенность, что Я любимый, что Он любит Меня, что Я не чужой, недалекий, что Я Его возлюбленный, сын или дочь, Я возлюбленная дочь, и да познает мир, что ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Точно так же, как Бог любит Иисуса. Таким же образом, Бог любит и тебя. Римлянам 5,8 Но Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Слышишь или нет? Богу даже нужно доказывать это, потому что твой разум, мой разум, и говорят, «Ну, Иисуса-то любит как Иисуса, как своего Сына Единородного». А вот здесь внимание, до креста Голгофского в Библии везде, где шла речь об Иисусе и о Боге Отце, стояло слово «Единородный». После Голгофского креста стоит слово «Первородный». Другими словами, Иисус смотрит на тебя, как на брата или на сестру. Он первенец, Он в действительности Божий Сын. Но в любви Отца Отец не Его единственного родил. Он родил и тебя, и меня по-другому, словом истины. Но Он восхотел это сделать. Мы желанные дети Его. Друзья, и следующая, третья характеристика, отличающая верующего человека от неверующего. Верующие уповают на благодать Божию. Мы рождены свыше. Мы возлюбленные дети Божьи. И мы уповаем на Божью благодать. 1 Петра 1,13. Посему возлюбленные, опять это слово возлюбленные, припоясав числа ума вашего, то есть приведите в порядок ваш разум, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как получить эту благодать? Нужно смириться. Только смиренным Бог дает благодать. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Уповайте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Не могу не поделиться с вами свежим свидетельством, которое было вот буквально совсем недавно со мной. Мы сейчас с вами находимся в ситуации пандемии и Россия закрыта. Россия не выпускает своих граждан, чтобы они выехали со страны. Но мы каким-то образом прочитали, что в одном месте граница открыта. И мы поверили этой новости. А так как год назад я заехал на автомобиле в Украину, на российском автомобиле. И по законам Украины в течение года нужно выгнать обратно автомобиль. Если человек нарушает, то следовательно там очень большие штрафы и нарушения и так далее. И мой срок, чтобы выгнать автомобиль подходил. Он был загнан на мое имя и никто другой этого сделать не мог. Но вот проблема Россия закрыта. У нас пандемия. И Украина тоже. Она вроде открылась, но не по отношению к россиянам, потому что здесь очень много, очень высокий процент смертности от пандемии и так далее, от ковида 19, да. И тем не менее, мы помолились и добрались до границы. Сам был наш драгоценный брат, миссионер, который последние 12 лет посвятил себя служению здесь, в нашей стране, который сам из Соединенных Штатов Америки, брат Фред. Он сидел за рулем автомобиля, я был рядом, было где-то наверное около полуночи, наверное за полночь, когда мы добрались до границы. Впервые в жизни я увидел, что как будто бы двор закрыт, заперт, граница все ворота закрыты. И оттуда вышел пограничник, он посмотрел на наши документы, послушал все наши объяснения, куда-то позвонил и сказал, у меня для вас плохая новость, мы вас не выпустим. И все. Мы вернулись в автомобиль, помолились, и я сказал, давай будем уповать на Господа, а утром, когда проснемся, будем дальше искать воли Божьей, что делать. Я еще спал, когда почувствовал, как брат Фред переступает через меня, и он говорит, Виталий, побегаю немного. Я говорю, да, то есть 6 часов утра, давай побегай, то есть еще есть время. Следующее, что я увидел, это то, как нашего брата Фреда пограничники ведут к автомобилю. Оказывается, он бегал вдоль границы, а там нет, там поле, там нет никаких знаков. А потом повернулся и побежал, как будто бы вот в ту сторону, где граница. И тогда была дана команда перехват. И они его поймали. И он сказал, я вот здесь, вот с этой машины, так и так. Они тут же доложили в Москву. И следующих 4 часа мы были в окружении многих пограничников, которые исследовали наши мотивы. Точно ли он не перебегал в страну, точно ли он как бы, точно ли он не пытался перебежать границу, там, убежать, то есть, с какой целью. И во всем этом приехали еще более другие там знаменитые или высокого ранга пограничники и взяли местного начальника таможенной службы, он тоже был вовлечен. Во всем этом через 4 часа все это время я молился Господу на языках. И брат Фред молился Господу также. Мы молились, общались, и я видел, как Дух Божий сошел на одного из них, который по мне был одним из старших, и он вел переговоры, со всеми вел переговоры, и я понимал, что Бог контролирует всю эту ситуацию. Через 4 часа, приблизительно через 4 часа они знали все абсолютно, что можно было знать о нас. И начальник таможенного поста, повернувшись ко мне, говорит, я вам помогу. Можете ли вы представить себе, я подхожу к таможне, к тем же самым закрытым воротам, показываю свой паспорт, он куда-то звонит и говорит, а, да, 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 пришел. Они открывают границу, и я выхожу, забираю автомобиль, возвращаюсь обратно, везде мне открывают границу. И Господь просто сверхъестественно ответил на наш, на нашу нужду, на наш вопрос. Вы знаете, по-разному Бог отвечает. Что это было? Мы думаем, это как сон. Что это было? Бог отвечает иногда совершенно не так, как ты думаешь. Но апостол Петр говорит, уповай на эту благодать. Вот оно отличие. Дети Божии уповают на благодать Божию. Но мы молились, стояли пред Богом, просили у Господа ответа, и Бог сверхъестественным образом ответил. Вы помните, история была, царь, Саул, с армией, с войском гонится за Давидом, за человеком, помазанным Богом. И Бог его останавливает разными путями. И вот однажды Бог останавливает его таким образом, что он попадает в сон пророков, исходит на него Дух Божий, и его сердце ожесточенное в какой-то момент просто меняется. И он начинает пророчествовать, и все зло отступает от него. И он уже не хочет убить Давида. Почему? Потому что благодать Божия, она развязывает узлы. Она делает возможным то, что не было раньше возможным. Она прокладывает дорогу в пустыне. Она помогает тебе и благословляет тебя. Вот оно отличие. Верующий человек имеет благодать Божию. И я хочу прямо сейчас молиться о том, чтобы твоя вера активировалась, и ты мог уповать на благодать Божию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»